Считается, что первыми летними видами спорта тысячи лет назад стали бег и борьба. Они не требовали для занятий практически ничего. В этом важное отличие зимних видов спорта. В каждом из них используются специальные приспособления, и качество экипировки часто определяет результат. Ведь резерв физических возможностей человека в современном спорте практически исчерпан. Борьба идет за сантиметры и сотые доли секунды. Поэтому на первый план выходит техническое превосходство. Никакой самый талантливый спортсмен сегодня не имеет шансов на подиум со снаряжением пяти и тем более десятилетней давности. На зимней Олимпиаде в Пекине ведущие сборные мира будут обкатывать технологии будущего, а мы тем временем посмотрим в прошлое. В этом выпуске ООЗ мы вспомним, какие изобретения толкали вверх результаты в зимних видах спорта. Начнем по старшинству. Вот уже больше года мы каждую неделю выпускаем новые видео на этом канале. Но создание качественного контента, а другого у нас нет, обходится недешево. Поэтому мы решили обратиться за поддержкой к вам, нашим подписчикам, и запустили Патреон. Если вы хотите поддержать наш канал, переходите по ссылке в описании, подпишитесь на нас и выберите сумму, которой готовы помогать нам раз в месяц. Ваша помощь поможет нам и дальше создавать для вас крутые видео, развиваться и пробовать новые форматы. А вы за это получите дополнительные бонусы. Судя по наскальным рисункам, найденным на территории Скандинавии и России, уже за тысячу лет до нашей эры люди передвигались по снегу на полозьях с палками. Их конструкция практически не менялась до конца 19 века. Самой важной технологией для развития лыжного спорта стал клей. В конце 19 века норвежцы начали склеивать лыжи из полос разных сортов дерева – твердая снизу, мягкая сверху. Это снизило вес и повысило маневренность. Но клеи того времени растворялись водой, и лыжи расслаивались. Прорыв случился в 1937 году, когда химик из Кембриджского университета изобрел синтетический клей аэролит. Склеенное аэролитом соединение было в три раза крепче, чем массив ели. Первоначально клей использовали в производстве деревянных самолетов, в том числе легендарного британского бомбардировщика Второй мировой The Heavyland Mosquito. В мирное время аэролит и разработанный той же компанией клей для металла Redux открыли новую эру – в лыжах начали сочетать различные материалы. В 1950 году Говард Хэтт, кстати, авиационный инженер, создал первые успешные металлические лыжи. Точнее, это был бургер из алюминия с фанерным сердечником, пластиковыми боковыми стенками и стальными кантами. Лыжи Head Standard были жестче деревянных и сильно облегчали работу в поворотах. Эту модель даже называли читерами – она позволяла новичку катать как профессионалу. Позже идеи Хэда использовала компания Rossignol, чтобы сделать модель из клепаного алюминия. На Олимпиаде 1960 года француз Жан Вюарне выиграл на них скоростной спуск. Хэтт не сдался и выпустил модель для соревнований – Head Competition. Для амортизации под верхний лист алюминия добавили слой неопрена. На Олимпиаде 1964 года американка Джин Соберт забрала в таких две медали в слалами. Скоро в Head Competition гоняла треть топовых горнолыжников мира. Пока в конце 60-х годов алюминий не заменили стекловолокном. До середины 20 века горнолыжные ботинки делались из кожи по технологии 19-го. Тем временем новые лыжи увеличили скорости на трассе. Чтобы помочь спортсменам проходить повороты и уменьшить риск травм, ботинки пришлось делать жестче, из более толстой кожи. Такую обувь надо было разнашивать по месяцу. Чтобы ускорить процесс, в ней даже залезали в горячую ванну. Но уже через несколько недель катания ботинки становились слишком мягкими, непригодными для скоростного спуска. Подходящего пластика не существовало до 1962 года, когда появился новый полиуретан под названием Адипрен. Он не терял своих свойств на холоде. После нескольких лет экспериментов сделать ботинки из Адипрена смог американец Боб Ланш. На зимней Олимпиаде 1968 года в его пластиковых ботинках были завоеваны пять медалей. Прогресс в материалах не мог быть вечным. В 80-х годах стало ясно, что ничего лучше пластика для лыж в обозримом будущем не появится. Пришло время подойти к проблеме с другого края. Горные лыжи тогда имели форму беговых, просто были короче и шире. В 1988 году словенский инженер Юрий Франко, нет, не родственник украинского писателя Ивана Франко, предложил делать глубокий боковой вырез. Носок и пятка в таких лыжах гораздо шире, чем талия. При наклоне на кант они изгибаются и помогают войти в поворот. В 1993 году компания Элан, где работал Франко, выпустила модель SCX. В первых же местных гонках лыжники на SCX заняли 8 из 10 первых мест в слаломе. Когда Боди Миллер, будущий самый успешный американский горнолыжник всех времен, на лыжах с боковым вырезом порвал соперников на юношеском чемпионате США 96-го года, преимущество новой формы признали все. Один австрийский лыжный дизайнер признался. Все наши знания последних 40 лет оказались неверными. На Олимпиаде в Нагана 1998 года сразу 18 конькобежцев побили олимпийский рекорд на дистанции 1000 метров. В чем секрет? В клап-скейтах или коньках-клапах, в которых лезвие крепится к ботинку только в одной точке – под пружиненным шарниром. Идея таких коньков появилась в позапрошлом веке, но современную конструкцию предложил голландский биомеханик Схенау в 1979 году. В клап-скейтах точка отталкивания сдвигается от кончика лезвия к месту расположения шарнира, что усиливает толчок на 5%. Это дает преимущество примерно в треть секунды на круге. Когда в 90-х годах клап-скейты надели ведущие сборные мира, случился взрыв результатов. Есть 5 основных дистанций у мужчин и 5 у женщин – 500, 1000, 1500, 5000 и 10000 метров. В сезоне 98-го года, на который попала Олимпиада в Нагана, рекорды мира были побиты на 9 из этих дистанций. На 10-й рекорд был повторен. Вы можете не разбираться в коньках, но точно узнаете конькобежца по облегающему костюму. В 1974 году первым его натянул швейцарец Франц Криенбюль. Архитектор по основной профессии, он начал участвовать в международных соревнованиях в 38 лет, когда спортсмены уже заканчивают карьеру, и практически всегда занимал последнее место. Иногда судьи прогоняли безнадежно отставшего Криенбюля с катка, чтобы начать следующий забег. А швейцарец просто получал удовольствие и мог позволить себе эксперименты с экипировкой. Лидеры смеялись над его костюмом в облипку, пока не заметили, что Криенбюль стал проезжать круг на десятые доли секунды быстрее. Это очень много для спорта, где призеров разделяют сотые доли. Уже на Олимпиаде 1976 года в Инсбруке все последовали примеру Криенбюля. Через 4 года в Лейк-Плесиде Эрик Хайден в аэродинамическом костюме стал первым и единственным конькобежцем, который взял золото сразу на всех пяти олимпийских дистанциях. Мало что может догнать конькобежца на льду, разве что пуля биатлониста. С вероятностью в 95% она будет выпущена из винтовки Аншутс 1827 Фортнер. Ее используют практически все спортсмены. На Олимпиаде 1984 года в Сараево Петер Ангерер из ФРГ стал первым в индивидуальной гонке на 20 километров. Немец считал, что с другим оружием он мог бы выиграть еще больше медалей. Лучшими тогда считались винтовки сборных СССР и ГДР. За пивом Ангерер пожаловал со знакомому инженеру Петеру Фортнеру. Уже через несколько месяцев тот создал затвор, на 2 секунды сокративший время между выстрелами. Биатлонист может перезарядить винтовку движением двух пальцев, не отрывая руку от приклада. И после этого не нужно корректировать прицел. Ничего лучше с тех пор не изобрели. В той же олимпийской гонке на 20 километров, которую Ангерер выиграл, Глен Эберли был только 33-м. Оценив свои перспективы в спорте, американец сосредоточился на доработке оружия. Биатлонные винтовки весили тогда более 5 килограммов. Считалось, что масса компенсирует сердцебиение и отдышку, помогая стрелять точнее. Эберли обратился за помощью к биомеханикам и инженерам НАСА. Так на свет появилась конструкция из ели и углеродного волокна. Она более чем на полтора килограмма легче других биатлонных прикладов. Это экономит много сил в длинных гонках. К тому же скоро выяснилось, что стрелять из легкой, сбалансированной и эргономически правильной винтовки можно даже точнее, чем из тяжелой. Сегодня приклад Эберли или аналоги использует большинство биатлонистов. Все великие открытия окружены легендами. Лег Архимед в ванную, или сидел как Тайсаак Ньютон под деревом, или вот еще одна. В 1962 году игрок Chicago Blackhawks Стэн Микита выходил тренироваться на лед, когда его клюшка случайно попала в дверную щель и согнулась. Хоккеист не стал тратить время на замену, играл с огнутой и обнаружил, что ему стало проще контролировать шайбу во время ведения. Крюком также легче закрутить шайбу при броске, чтобы она не скользила по льду, а устойчиво летела в цель. Не зря именно в то время, когда изогнутые клюшки стали популярными, вратари наконец надели защитные маски. До сезона 1962 года Стэн Микита никогда не входил в десятку лучших бомбардиров НХЛ. После своего открытия он попадал в десятку лучших восемь сезонов подряд. Теперь имя Микиты внесено в зал славы НХЛ, а на Олимпиадах запрещено использовать клюшки с крюком, изогнутым больше, чем на полтора сантиметра. Величайшего саночника всех времен Георга Хакля дразнили скоростной сарделькой. Действительно, он не так много, как соперники, уделял внимание физической форме. Зато Хакль доводил до совершенства каждую деталь саней и экипировки. Это помогло ему выиграть три Олимпиады и десять чемпионатов мира. В 98 году на Олимпиаде в Нагана Хакль вышел на старт в ярко-желтых аэродинамических ботинках, по форме напоминающих голову акулы. Чтобы развить максимальную скорость, гонщики ложатся на сани как можно ровнее. Ногами они разрезают воздух, и важно, чтобы обувь встречала наименьшее сопротивление. Сборные США и Канады немедленно подали протест. После долгого обсуждения он был отклонен. Судьи выяснили, что заказать такую обувь на фабрике «Адидас» могла любая команда. А значит, правило равного доступа к технологиям не было нарушено. В Нагана Хакль стал первым саночником в истории, который смог выиграть все четыре олимпийских заезда. Как война становится соревнованием между оружием защиты и нападения, на Олимпиаде изобретательность человека сталкивается с правилами соревнований. Организаторы пытаются уравнять шансы и не дать богатым сборным использовать преимущества, недоступных для других технологий. Изобретательность всегда побеждает. В правилах находится лазейка или их приходится менять под давлением времени. Зрители хотят видеть рекорды, спортсмены хотят эти рекорды ставить. А значит, перед учеными и инженерами будут вставать все более сложные задачи. Понравилось видео? Ставьте лайк и бейте в колокол, чтобы не пропустить новые выпуски «How it was». Субтитры создавал DimaTorzok